МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Сахалин. Сегодня меня зовут Влад Французов. В ближайшие полчаса корреспонденты Солнце ТВ расскажут о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах выпуска. Штраф 1000 рублей на Сахалине с помощью камеры будут выявлять непристегнутых водителей. Чтобы не было пожаров, в СНТ будут чаще проводить профилактические рейды. Выйти из-за черты в областном центре реализуют проект «Антибедность». Камеры фото и видеофиксации на сахалинских дорогах будут выявлять непристегнутых водителей. Новый алгоритм распознавания для комплексов наблюдения выпустило областное Минцифры. Сегодня штраф для автомобилиста, нежелающего пристегивать ремень безопасности, составляет 1000 рублей. Уже со следующей недели избежать наказания станет значительно сложнее. Всего на дорогах островного региона работают 137 таких камер. Их число продолжит расти. В областном управлении ГИБДД заявляют о намерении увеличить количество до 150 и больше. Однако раньше софт, на котором работали устройства, не позволял достоверно выяснить, пользуются ли автомобилист ремнем. После обновления, подготовленного специалистами, все изменится. Мы действительно доработали наши камеры. Это не новые камеры, это те же комплексы, которые фиксируют нарушения проезда перекрестков, скоростного режима и прочее. Сейчас они обновлены, и у них появилось две новые функции. Они могут определять, пристегнут ли водители и включены ли ходовые огни автомобиля. То есть это сделано для того, чтобы повысить безопасность как пешеходов, так и, собственно, водителей. Впрочем, сами специалисты, как из Минцифры, так и из ГИБДД, не отрицают. Алгоритм не панацея. Ошибки возможны в любом случае. Именно поэтому все поступающие нарушения обрабатывают сотрудники центра фото и видеофиксации. К каждому случаю будем подходить индивидуально. Конечно, фиксация будет в автоматическом режиме, но, тем не менее, отсек будет осуществляться непосредственно сотрудникам. Поэтому я полагаю, что при наличии такой технической возможности, которая у нас сейчас существует, камера будет минимизировать количество брака именно по данному виду нарушений. Еще один важный фактор для тех водителей, кто уже подсчитывает возможные многотысячные убытки. Получить письмо счастья, даже проехав непристегнутым перед десятком камер, можно не чаще одного раза в сутки. Однако это не отменяет банальной истины. Риск для любого водителя начинается с момента, как он садится в машину. И пристегнутый ремень, как учили в автошколе, не просто ритуал, а важная составляющая безопасности всех участников дорожного движения. Евгений Черемухин, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Сонс ТВ. Сотрудники МЧС во вторник побывали на озере Изменчивое. Спасатели и инспекторы ГИМС провели профилактическое мероприятие для рыбаков. Устойчивого морского припая на Сахалине пока нет, поэтому о правилах безопасности рассказывают любителям подледного лова на внутренних водоемах. Работники ведомства утром в разгар метели пробовали уговорить рыбаков покинуть лед. Как правило, убедить людей не удается, поэтому спасатели напомнили о правилах поведения. Они важны даже на Изменчивом, которое у обывателя считается безопасным. Это озеро опасно тем, что имеет подводные течения, снизу подмывает лед, трещины промоены, тонкий лед этот не видно порой. И в такую погоду тем более его заметает. Люди проваливаются. В мою практику многолетней работы это было неоднократно. То есть они рискуют, рискуют очень сильно своей жизнью и здоровьем. Одно из правил рассказать близким, где именно будешь рыбачить и уточнить прогноз погоды. Проводя профилактику, сотрудники МЧС проверили толщину льда и посчитали людей на нем. Это нужно, чтобы в случае ЧП направить на место достаточную спасательную группировку. Правила пожарной безопасности в отопительный период напомнили специалисты управления ГОЧС председателем южно-сахалинских СНТ. Профилактические рейды на территориях частных домовладений станут проводить еще чаще. Усиленные меры связаны с ростом количества возгораний на участках. Специалисты отмечают, практически все эпизоды связаны с невнимательным отношением людей к мерам пожарной безопасности. К примеру, плохое состояние электропроводки или растопка печей до перекаливания. С целью оказания помощи председателям мы им предложили пройти обучение по данной тематике. Не только пожарной, но и предупреждение о ликвидации возникающих в чрезвычайных ситуациях. Это связано у нас и с палами травы, и сбором мусора, и подтоплением от рек. Председатели должны проинформировать постоянных жителей СНТ о рейдах. Инспекцию будут проводить сотрудники государственного пожарного надзора. Специалисты проверят, соответствуют ли дома противопожарным нормам. 357 семей из Южно-Сахалинска участвуют в проекте «Антибедность». Он стартовал в марте прошлого года и направлен на помощь островитянам, доходы которых ниже прожиточного минимума. Сотрудники городской администрации помогают обратившимся с трудоустройством и переобучением. Как правило, после повышения квалификации доходы семьи увеличиваются, люди находят более оплачиваемую работу. Главная задача проекта – вывести семью из трудной жизненной ситуации. Проект реализуется через анкетирование семьи, составление ее социального паспорта, личных встреч. Здесь хочется отметить работу администрации города именно в личных приемах с каждой семьей. За прошлый год проанкетировали больше 800 семей. Ситуацию каждый рассматривают индивидуально. Обратившимся помогают разработать план действий. И все этапы они должны выполнить самостоятельно. Сотрудники мэрии выступают в роли координаторов. Вы смотрите программу «Сахалин сегодня» и мы продолжаем. В вузах и техникумах отметили День российского студенчества. Отличившихся ребят из Сахалинского государственного университета в торжественной обстановке поздравили с праздником и наградили за достижения. В списке лучших 170 учащихся в САГУ собрать всех в одном зале не удалось. Отсутствующие получат подарки позже. Награждали за успехи в учебе, творчестве, общественной деятельности, спорте и науке. Несколько человек получили памятные знаки в честь 75-летия области. Нашему университету есть кем гордиться. Я считаю, что лучшая молодежь Сахалинской области – это студенты нашего университета. Поздравить молодежь пришли представители администрации Южно-Сахалинска и правительство области. Также награды вручали от имени бизнес-сообщества, авиакомпании «Аврора» и регионального управления МЧС. Студенты обсудили свои проблемы с депутатами. 25 января Сахалинская областная дума приняла у себя учащихся семи островных вузов и СУЗов. Ребята в основном интересовали вопросы, касающиеся стипендий и льготного проезда. Народные избранники пообещали принять их в работу. Первым делом студенты обратили внимание депутатов на законопроект о повышении стипендий. В Государственной думе предложили поднять их до уровня прожиточного минимума. Он находится на собеседовании в правительстве. То есть там в Думе государственной также наши областные комитеты. И такой же комитет, как Александр Анатольевич возглавляет, внес этот законопроект. Сейчас если правительство даст на него положительное заключение, то он пойдет в Думу на рассмотрение. Поэтому ему также как и будут нуждать эту информацию. Дискуссировали участники встречи о льготном междугороднем проезде. Учащиеся учебных заведений настаивали на существовании такой потребности среди иногородних. Стороны решили для начала собрать информацию о нуждающихся в такой мере поддержке. На Цехолине определили состав областной сборной на дальневосточные чемпионаты первенства по вольной борьбе. Отбор провели в рамках регионального турнира. Он собрал 80 спортсменов от 14 лет и старше. Своих представителей на ковер делегировали в 8 районов. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Упорная борьба за каждый сантиметр ковра. На кону проход в следующий раунд. Артем Рожко с первым соперником справился успешно. Настрой дойти до финального спарринга. Без этого дальневосточного этапа не видать. Соперник был не очень сильным. Попадался на одни и те же ошибки. Делал типа проход в ноги, но я был быстрее его и выиграл в 10-0. Противник, наверное, был удивлен моей скоростью, так как впервые с вами боролся и не знал, что против меня использовать и приемы. Артем один из тех, кто в прямом смысле слова борется за победу в первенстве, в котором участвуют спортсмены до 18 лет. По соседству с ними сражаются старшие коллеги. Их площадка – областной чемпионат. На дальневосточный турнир отправятся только победители в своих весовых категориях. Их здесь 10. От 57 до 125 килограммов. Получится ли всех вывести на материк – вопрос непростой. Даже на областное первенство приехали представители не всех районов. К сожалению, Курилы не смогли приехать. Борьба развивается в Южно-Курильске. Убегать, может быть, по погодным условиям. Финансовое. Начало года очень тяжело скорректировать распределение финансовых средств, потому что еще не поступили в дальнейшем. Изыскать средства придется в короткие сроки. Уже в начале февраля лучших борцов нужно будет везти на первенство Дальнего Востока в Благовещенск. Во второй половине месяца сахалинцев ждут на чемпионате федерального округа в Улан-Удэ. Аделина Леонова, Влад Французов, Руслан Ширяев, Илья Назаров, Солнц-ТВ. Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. Россия не смогут запретить себе брать в долг у банков. Это станет возможным после одобрения разрабатываемого законопроекта. Его авторы предполагают, что любой человек сможет в личном кабинете госуслуг выставить ограничения. Оно автоматически попадет в бюро кредитных историй. После этого все, без исключения банки, при запросе увидят барьер на кредитование и дадут отказ. Мера призвана обезопасить граждан от мошенников. В случае, если злоумышленники уговорят жертву взять займ, запрет попросту не позволит это сделать. Южно-Сахалинцы смогут дольше пользоваться дальневосточными гектарами. Для этого до 1 марта нужно написать заявление в департамент землепользования областного центра. Кроме того, участок можно оформить в собственность. Письменные обращения принимают в рабочие дни по адресу улица Карла Маркса, 32, кабинет 1. Телефон для справок 300-680, добавочный 5. Сахалинские акулы продлили серию побед. Теперь она составляет 6 матчей. На этот раз островитяне на выезде переиграли АКМ Юниор со счетом 6-5. Наши хоккеисты открыли счет в первом периоде. Несмотря на пропущенную шайбу на старте второй 20-ти минутки, успех удалось закрепить еще двумя голами. В заключительном игровом отрезке команда обменялись тремя заброшенными шайбами. Спортивное общество «Динамо» в этом году готовится праздновать 100-летний юбилей. На Сахалине в честь круглой даты стартовала спартакиада. Первым этапом стали лыжные гонки. На базе комплекса «Триумф» прошли индивидуальные заезды и смешанные эстафеты. За победу боролись 10 команд силовых ведомств. Далее участников ждут соревнования в еще 11 видах спорта. «Динамовцы» будут состязаться в самбо, баскетболе, волейболе, стрельбе из боевого оружия, шахматах и других дисциплинах. Это были все новости на сегодня. Напомню, их можно посмотреть еще раз на нашем ютуб-канале. Подписывайтесь на Солнце ТВ в социальных сетях. И не забудьте завтра снова включить телевизор. С вами был Влад Французов. До встречи. СПОНСОР ПРАГНОЗО ПОГОДЫ КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» Какая связь между новой дверью и палаткой? Ответ. Купи дверь в «Империи» до 30 апреля и выиграй Сахалинский приз. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505500 и на сайте. КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ» КОМПАНИЯ «ИМПЕРИЯ»